Раис Республики Татарстан дал старт году педагога и наставника в Российской Федерации. Муса Джалиль. Жить так, чтобы и после смерти не умирать. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Диана Батаршина. Одной из самых уважаемых и одновременно трудных считается работа педагога. Именно учитель является значимой фигурой в жизни каждого человека. Обязанная обучать не только школьным премудростям, но и жизненным. 14 февраля Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов торжественно дал старт году педагога и наставника в Российской Федерации. Как это было, смотрите в сюжете. 14 февраля Казанский федеральный университет посетил Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов для торжественного открытия года педагога и наставника в Российской Федерации. В рамках мероприятия ректора вуза Ленар Сафин совместно с директором Института филологии и межкультурной коммуникации Радифом Замалединовым провели обзорную экскурсию по учебному заведению для Рустама Миниханова, где были презентованы ведущие проекты вуза. Преподаватели и студенты Казанского федерального ознакомили гостей с авторскими шрифтами для татарского алфавита, выставкой монографии, учебников и сборников трудов ученых Казанского федерального университета, а также представили запись цифрового образовательного ресурса и проекты по развитию и продвижению русского языка. Вот наша разработка этих проектов подарила нам вот такую вот студию Рустам Нургалевич и ректор нашего КФУ. Нам предоставили такую возможность в стенах нашего института заниматься, развиваться и идти дальше. Главная часть торжества – праздничный концерт начался с исполнения государственных гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Далее гостей мероприятия ждали яркие танцевальные и вокальные номера от студентов и школьников Республики. В завершение Рустам Миниханов рассказал о важности и ценности педагогических работников и вручил государственные награды благодарности Республике Татарстан. Одной из 11 высококлассных специалистов в своей области стала Фаина Ратнер, профессор-консультант кафедры теории и практики перевода Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета, за что была удостоена медалью Республики Татарстан за доблестный труд. В этом зале присутствуют лучшие в своей профессии народные учителя, лауреаты премии имени Махмутова, представители педагогических династий. Хочу выразить всем Вам слова благодарности за Ваши знания, опыт и мудрость. Открытие года педагога и наставника также посетили руководитель администрации Раиса Республики Татарстан Азгад Сафаров, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, министр образования и науки Республики Татарстан Эльсур Хадиуллин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гельмуддинов, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан, председатель комиссии по соблюдению правил этики депутата Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов. Как отмечает министр образования и науки Татарстана Альсур Хадиулин, в течение года педагога и наставника в республике будут проведены мероприятия по повышению престижа профессии педагога, профессиональные педагогические конкурсы, фестивали, конференции и педагогические чтения. Также в планах издать книгу об истории системы образования Татарстана и восстановить Музей истории образования республики. Эльсур Ходиолин подчеркнул, что в Татарстане многое делается для подготовки педагогических кадров. Я считаю, главной задачей в этом году, еще раз повторюсь, изменить отношения. Это любовь к родине, это любовь к нашим учителям через воспитание и молодежи, через воспитание определенного поколения. Потому что есть поколение, которое тоже нуждается, может быть, в перевоспитании. Потому что без своих учителей мы никак не можем гордиться своим будущим. Напомним, 27 июня 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. В Казанском федеральном университете состоялось возложение цветов к бюсту Мусы Джалиля. А также заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. О том, как прошли эти два мероприятия и какие вопросы были затронуты на заседании, узнаете в сюжете Адалина Абдрахмановой. Сегодня знаменательное событие, день рождения Мусы Джалиля. Мусы Джалиля не только известный великий поэт татарского народа, который известен своими стихами, но это еще и поэт-герой, который своим вкладом в борьбу против несло шесть захватчиков, нес огромный вклад. И мы гордимся таким вот человеком, который действительно не только был великим поэтом, но еще и человеком, который положил свою жизнь по славе нашей Родины. Имя и история Мусы Джалиля известны не только в Республике Татарстан, но и далеко за ее пределами. Советский татарский поэт, журналист, военный корреспондент, герой Советского Союза, а самое главное – патриот своей Родины. Цикл стихотворений «Моабитская тетрадь» широко представлен в школьной программе и показывает новому поколению, как нужно любить свой родной край. «Моабитская тетрадь» была написана татарским поэтом в «Моабитской тюрьме». Цикл стихотворений сохранился в двух блокнотах, в которых написано 93 стихотворения. Именно поэтому 15 февраля – день рождения Мусы Джалиля – особый день для татарстанцев. Вот и Казанский федеральный университет ежегодно проводит возложение цветов к памятнику героя. После возложения цветов в главном здании Казанского федерального университета состоялось выездное заседание Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Повестка дня включала в себя несколько тем. Так, одним из важных пунктов обсуждения стал отчет о реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и о вкладе в социально-экономическое развитие Республики Татарстан в 2022 году. С докладом выступил Марат Софиулин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета. Отмечено, что Казанский университет планомерно движется к достижению стратегической цели и демонстрирует существенное достижение в образовательной и научной деятельности. По результатам заседания университет в жесткой конкурентной борьбе сохранил место в первой группе ведущих вузов России по территориальному треку и получит в 2023 году грант в размере 919 миллионов рублей. Также был отмечен проект «Передовые инженерные школы», инициированный Миноборнауки Российской Федерации. Школа базируется на территории набережной Челнинского института Казанского федерального университета и представляет собой целый студенческий кампус с современной и технологической инфраструктурой. Киберавтотех в партнерстве с КАМАЗом занимается реализацией целого ряда задач. Производство программных продуктов для роботизированной и беспилотной техники, разработка зеленых технологий и машиностроения и проектов двигателей, работающих на неуглеродном топливе. Все это и многое другое предстоит реализовать к 2030 году. Не оставили без внимания недавнее вручение премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год Ирику Махмадинову, научному сотруднику Казанского федерального университета. Успех нашего молодого ученого по данному направлению Ирика Махмадинова, который в День науки 8 февраля, совсем недавно, получил в Кремле самую престижную российскую награду премию президента Российской Федерации за разработку катализаторов, повышающих нефтеотдачи и качество нефтей. Но это особо актуально для Татарстана. Далее Марат Софиулин рассказал о том, что на базе Казанского федерального университета работает детский сад для детей с расстройством аутистического спектра «Мы вместе», цель которого – создание психолого-педагогической поддержки и организацию комплексного процесса обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра. В завершении своего доклада Марат Софиулин поделился планами на наступивший 2023 год. Так, среди намеченного создания нескольких технопарков и открытия филиалов в Египте и Казахстане. В республике ежегодно увеличивается число детей с инвалидностью, в частности, с ментальными отклонениями, когнитивными нарушениями и аутизмом. О том, как специалисты пытаются помочь особенным детям, смотрите далее. Наша основная миссия заключается в том, что мы улучшаем качество жизни ребенка сразу. Признаем абсолютную ценность и достоинство личности ребенка независимо от психофизического состояния. В детском саду Казанского федерального университета «Мы вместе» стартовала первая профессиональная экспертная сессия, где ученые, педагоги и общественные деятели выступили с пленарными докладами и обсудили актуальные вопросы сопровождения обучающихся с расстройствами аутистического спектра, совершенствования профессионального мастерства специалистов, работающих с особенными детьми. Мы решаем задачу построения маршрута и сопровождения таких детей в очень комфортном плане. И поэтому взаимодействие с нашими коллегами из Института коррекционной педагогики, мы полагаем, позволит нам ответить на многие важные, значимые вопросы. Главная тема мероприятия выбрана не случайно. В республике ежегодно увеличивается число детей с инвалидностью, в частности с ментальными отклонениями, когнитивными нарушениями и аутизмом. В настоящее время насчитывается более 29 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе около 8 тысяч детей с инвалидностью. Как их учить, как общаться с этой категорией детей, какие требования предъявляются специалистам – все эти вопросы и не только обсудили специалисты из разных учреждений. В настоящее время в Казанском федеральном университете дефектологическое образование представлено в двух направлениях – подготовке логопедов и специалистов в области педагогики и психологии. Инфраструктура педагогического образования Казанского федерального университета имеет все уровни педообразования – от детского сада для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе» до регионального научного центра Российской академии образования в Приволжском федеральном округе на базе университета. Обсуждение актуальных и важных вопросов о развитии специальной психологии и педагогики продлится до 17 февраля. Алина Красильникова, Ленар Гизатурин, Универньюс. Ежегодно 15 февраля в России отмечают День памяти воинов-интернациалистов, приуроченный к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В Казанском федеральном университете состоялось заседание с сотрудниками Казанского университета, которые принимали участие в боевых действиях за пределами Отечества. Затем делегация отправилась к памятнику воинам-афганцам для возложения цветов. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась встреча Генерального консула Республики Узбекистан со студентами Института международных отношений. Встреча прошла в рамках недели иностранных студентов. На этом все. В студии была Диана Батышина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова